Перестаньте одеваться как ребенок, начните одеваться как мужчина. Господа, в сегодняшнем видео мы поговорим о вещах, которые делают вас похожими на детей, и поработав над этим, вы будете одеваться как мужчина, каким вы себя видите. Первый совет. Обновите свою повседневную обувь. На что-нибудь простое, как одноцветные сникеры. Белые, черные, серые. Большой выбор. Но я бы порекомендовал пойти еще дальше. Подыщите повседневную пару ботинок с красивым, уникальным верхом. Как эти, с синий замшей. Почему я советую придерживаться простоты? Достаточно добавить в гардероб пару классических туфель, и когда вы наденете их, вы сразу же начнете прекрасно выглядеть и выделяться из толпы. Второй совет. Обновите шорты и синие джинсы. Шорты изначально были мальчишечьим предметом одежды. Во многих частях мира мужчины не носят шорты. Синие джинсы всегда были повседневными. Они стали очень распространенными, и мне нравится, когда есть хорошая пара темно-синих джинсов. Но не желаете ли обновить выбор? Летом, как насчет пары льяных брюк? Или легких хлопковых штанов? В руках у меня пара с очень сильным цветом. А вот легкие чиносы, опять же из хлопка, прекрасно дышат, гораздо более стильные, чем шорты. Альтернатива синим джинсам. Особенно осенью, зимой, плотные брюки, как и джинсы. Также выберите цветные джинсы. Почему бы не надеть черные, серые джинсы, темно-синие. Или выбрать тоже плотный материал, но не обязательно деним. Они выглядят почти как чиносы, но они лучше тянутся. Смысл в том, что нужно расширять свой брючный гардероб. Господа, я не говорю, что вы не можете носить шорты и синие джинсы. Я говорю о разнообразии тканей и цветов в гардеробе. Третий совет, как перестать одеваться как мальчик и начать одеваться как мужчина? Выкиньте футболки с принтами и купите больше рубашек, в том числе и классических, и пола. Все, что с воротником и пуговицами спереди. Все потому, что большинство футболок тяжело сочетать. И, друзья, это всего лишь тренд моды. И что? Он заполнил ваш гардероб. Давайте расти. Добавьте несколько однотонных темных и светлых рубашек. Если у вас не идеальное тело, купите рубашку с погонами, грудными карманами, что создает объем. Что если вы худощавый? Большие футболки могут сделать вас еще тоще, но хорошо сидящая рубашка с вдвое закатанными рукавами могут сделать вас более мужественным. Мое мнение, футболки здорово, а повседневная рубашка еще круче. Четвертый совет. Выбросьте бейсболку. Теперь апгрейд головного убора. Простейший способ это сделать. Сфокусироваться на функции. Покупая шляпу, убедитесь, что она вам подходит, и носите ее. Так вы повысите самооценку. Уверенность. Это главное. Вы можете подумать, что такой стиль не для вас. Не нужно бояться пробовать что-то новое. Далее, выбросите худи. Апгрейд до куртки. И у вас есть множество вариантов. Чего стоит разговор о кэжуал-куртках? Начнем с куртки Бомбер. Есть кожаные и замшевые варианты. Вам нужно найти ту, которая вам подойдет. Зачастую темные цвета прекрасно подойдут большинству мужчин. Далее рассмотрим куртку Тракер. И я говорю не только о синей джинсе. Они представлены в широком диапазоне цветов. Мне нравятся темные цвета. И, конечно, я должен упомянуть о спортивных пиджаках. Спортивный пиджак, может быть немного нарядным для вас. Но я советую попробовать. Потому что вы можете его как надеть, так и снять. Но тем не менее, когда вы носите спортивный пиджак, вы выделяетесь из толпы. Мальчики носят рюкзаки, мужчины носят портфели. Я просто прикалываюсь. Мне нравится, когда есть хороший рюкзак. Но я делаю акцент, друзья, на инвестицию в простой портфель. Может, вам нужен поменьше, как сумка Аташе. Или вам нужна сумка побольше для повседневной работы. Вы можете начать со светлых оттенков и с такой формой, которая точно защитит ваши документы. Может, вам понадобится сумка еще больше, чтобы положить туда и ноут. Моя точка зрения. Не стоит бояться выходить за рамки рюкзака. Вложитесь в качественную кожаную вещь, которая не подвластна времени с дизайном, который прослужит вам годами. Мальчики носят готовые бабочки. Мужчины знают, как завязать галстук, как завязать бабочку, как завязать форенхенд, полувинзор или винзор. Если вам нужна помощь, я оставлю ссылку на обучение этому в описании к видео. Знайте, как завязать галстук. Мальчики носят хлопковые спортивные костюмы, и они считают, что носят костюм. Мужчины носят шерстяные костюмы. Друзья, такой костюм король в мужском гардеробе. Каждый мужчина должен иметь его. Он также должен знать пирамиду стиля. Размер. Если костюм на вас плохо сидит, нужно идти к портному, или покупать другой. Далее, его функция. Каким нуждом должен отвечать этот костюм? Классический вид. Не покупайте то, что сейчас в тренде. Покупайте то, что будет стильно еще 10 лет спустя. Далее, посмотрите на конструкцию ткани. Покупайте самое лучшее, что вы можете себе позволить. Тут можно найти компромисс. Но как будете зарабатывать больше? Обновите костюм. Не важно, сколько стоит спортивный костюм. Классический костюм вызовет больше уважения. Мальчик носит одежду, которая гораздо больше его. Мужчины покупают одежду, которая подходит его телосложению. Когда я был ребенком, мама покупала мне одежду, которая была немного больше меня. Как она говорила, на вырост. Друзья, вы прошли этот период. Вам нужно покупать одежду, которая вам по размеру. Не носите большего размера, с мыслью того, что вы можете поправиться. Найдите то, что вам подходит. И вот что интересно. Такая одежда может показаться немного не такой, как вы привыкли. Что можно спутать с неудобством. Непохожесть не равно неудобству. Потому что это для вас непривычно. Просто выйдите за рамки. Попробуйте носить то, что на вас хорошо сидит. Сходите к портному. Он поможет не только с пиджаком и костюмом, рубашкой. Даже джинсы можно подогнать. И после этого вы посмотрите на себя в зеркало и скажете, вау, я шикарно выгляжу. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть ваши комментарии под видео. Что я упустил? Какие еще вещи, которые носят мужчины, делают их похожими на детей? Друзья, цель сегодняшнего видео не заставить перестать носить эти вещи, а в том, чтобы вы были способны выразить то, что вы хотите сказать этому миру. Убедитесь, что ваши действия согласованы с вашим сообщением. Таким образом, вы легко добьетесь своей цели. Надеюсь, я ясно выразился. Берегите себя. Увидимся в следующем видео.